Добрый день, дорогие лидеры! Напишите в чате, слышно ли меня, видно, потому что буквально за несколько секунд меня выбило, почему-то я перезаходила. Надеюсь, что это единственная техническая шалость, которая у нас сегодня произошла, и все будет замечательно. По вашим плюсикам я вижу, что вы меня видите, вы меня слышите. Для начала хочу сказать, что для меня огромная часть, правда, сегодня выступает на вашем... Буквально недавно в Вильнюсе я имела честь познакомиться с вашими лидерами. Я была настолько воодушевлена этим знакомством. И хочу сказать, что у вас очень сильная команда, и белорусские лидеры произвели на меня ление. Я всем удивилась тем, которые в Донецке находятся, нашему дар-клубу. Какие крутые лидеры в Беларуси. Ага, плохо слышно, да, сейчас мы сделаем громче. Одну секунду. Так, сейчас, секундочку, у меня здесь есть техпомощь рядом сидит. Скажите, пожалуйста, сейчас лучше слышно или нет? Потому что если плохо, я могу надеть наушники, но мне было бы комфортнее так. О, все чудесно. И я прям очень много рассказывала нашим девчонкам, дар-клубу и тем, кто находится сейчас в Донецке, какое на меня незаримое впечатление произвели лидеры Беларуси. И ваша команда, наверное, одной из девчайших. Елена, Денис, спасибо большое за приглашение. Всегда рада быть полезной. И надеюсь, что то, что я вам сегодня расскажу, обязательно поможет вам стать сильнее, легче смотреть на все трудности и на гораздо, да, на все проблемы, которые возникают, потому что, конечно, без них тоже личная часть нашей работы. И надеюсь, что то, что вы сегодня услышите от меня, вы обязательно примете в свою работу и сможете таким образом в звании, без достижений, да, в свершении. В первую очередь хочу с огромным удовольствием поздравить всех присутствующих дам, женщин, девочек, девушек, замечательным праздником, который буквально вот вчера у нас был, 8 марта. Я вам хочу пожелать, чтобы в вашей жизни было много цветов, улыбок, хорошего настроения, которое не будет зависеть от того, что происходит за окном, которое вы будете создавать в себе сами, холить или лить. И таким образом на эту энергию, на это ваше внутреннее наполнение будут приходить люди, которые будут вам отвечать тем же. Спасибо большое. Вас поздравляю и всего-всего. И если говорить обо мне, о моей истории, то с некоторыми из лидеров я знакома, вы, наверное, это уже слышали, и очень хочется быть максимально полезной. И когда я слушаю выступления, истории, да, когда люди выходят на новые звания, делают какой-то прорыв, и что его сподвигло на вот это вот главное решение. И ключевое, наверное, в моем сегодняшнем выступлении будет то, что на самом деле мы сами являемся кузнецами своего счастья. На протяжении двух последних лет я была, как никогда. И я хочу сказать, что на самом деле иногда мы видим проблемы и начинаем искать какие-то отговорки, начинаем себя жалеть, начинаем оправдываться. Сами перед собой, да, это сложнее получается, чем найти оправдание перед окружающими. Но на самом деле то, что в вашей жизни происходит, этому всему кузнец вы. И дома выбора, она будет, наверное, красной нитью в моем выступлении. Пришла в компанию я со студенческой скамьи. Видите, буквально некоторое время назад я вот такая была рыженькая. Такой цвет, который мне, наверное, помогал в это время находиться здесь, в Донецке. Я сам... ...с этого города, всю жизнь я здесь прожила и работаю сейчас здесь. Еще будучи студенткой, я заканчивала биологический факультет. На четвертом курсе меня пригласили по акции «Подарок другу». Я думаю, что, может быть, вы слышали. Ага, благодарим именциям. Слышали о такой акции. Скажите, пожалуйста, Беларусь знает, что такое «Подарок другу» или нет? Пока вы мне отвечаете, вот по вот такой вот акции, по анкетированию замечательно, я шла за подарком. И в списке знакомых, когда мы пишем, да, есть такая колонка, что никто и никогда и ни за что. Вот я пришла из этой нижней колоночки, да. Это человек, который пришел очень скептично настроен. Мой спонсор запомнит, почему получить подарок. Только мне неинтересно то предложение, что вы мне будете делать. Потому что те знания, которые у меня были о компании «Рифлем», это то, что можно брать себе дешевле. Тогда была скидка 23%. И можно зарабатывать на продажу. Дешевле брать мне не было особо интересно, потому что у меня не было в приоритете там только косметика компании «Рифлем» в разных местах, в магазинах и другие сетевые компании. Но по поводу продавать, я была четко убеждена, что это не мое, продавать я не могу, не буду. Учиться это делать не хочу, мне это неинтересно. И поэтому была очень-очень скептично настроена. Думаю, расскажите, расскажите. Я послушаю все это с умным видом, очень деловито развернусь и уйду. И вот на этой первой встрече, которую очень хорошо запомнила Элла, мой спонсор, рассказала по папке. Была папка «Возможности «Рифлем», потому что Беларус тоже по ней работала. И в этой папке была такая возможность как построение бизнеса. И вот когда я приходила, я об этом ничего не знала. Но я очень открыто послушала и меня заинтересовало то, что можно в компании «Рифлем» построить свой бизнес, ничего не вкладывая. На четвертом курсе я уже начала задумываться о том, какие меня ждут перспективы дальше. Работала и в школе, и в техникуме. И уже к тому моменту она вышла на выслугу. И я прекрасно понимала, что такое доход пенсионера, который на выслуге. У нас это пенсия в 1000 гривен, это где-то около 40 долларов. И вы понимаете, как можно на большую ногу жить, ни в чем себе не отказывая, при том, что потратил больше 25 лет на работу на государство. И когда я начала интересов с книгами, которые закончили биофак, и куда же они пошли, и как изменилась их жизнь, то я поняла, что у меня очень... очень печальная перспектива. И никаких золотых гор мне никто не сулит. А мало того, мне предлагали определенные рамки, потому что специальности я могла быть учителем биологии и химии в школе. Младший специалист, это тоже зарплата около 40 долларов. И молодой девушке, вы понимаете, что тоже можно очень-очень сильно, в кавычках, разгуляться на эту сумму. И мне так не хотелось. И вот тогда на первой встрече у меня стал вопрос выбора. Я этот вопрос тебе задала сразу же. У меня есть сейчас информация, которую мне дают. У меня нет никаких рисков, потому что не надо ничего вкладывать, я ничего не теряю, ничем не рискую. И у меня есть выбор сегодня, сейчас. Или же мне выбрать мечты, то, как я хочу жить. Чтобы это был автомобиль, чтобы это была своя квартира, чтобы это были наряды, которые я буду менять так, как я хочу. Чтобы я не задумывалась, сколько у меня денег в кошельке, и что я могу себе позволить, а что не могу. Или же мне необходимо выбрать жить, как все привыкли. То есть, пенсия. Ну и вот такая вот старость, очень счастливая, красочная, на 1000 гривен в месяц. И вот тогда я решила, что я выберу первое. Жить так, как я хочу. Я выбрала мечты. Некоторые мечты, вы видите, здесь они нарисованы. Это и путешествия, потому что путешествия, я начала именно с компанией Рихлэйм, и поняла, что, ну, правильный был у меня акцент. Что дает яркие впечатления, которые остаются на всю жизнь. Кто со мной согласен, кто уже путешествует с компанией Рихлэйм, Рихлэйм, напишите, пожалуйста. И мне кажется, что это мой дом. Хотелось вот красивый гардероб, хотелось украшения, хотелось яркой-яркой жизни. И я понимала, что государство мне не может предложить возможности. Я вижу, что вы, ага, уже включается чат, не очень активно. Но я думаю, что сейчас мы поактивничаем. И для нас... Сначала, когда я поняла чётко, что я выбираю жить не по шаблону, как все прикрыли на себя сама. И вот когда принимаешь такое решение, я думаю, что каждый из вас, у вас были такие моменты в жизни, когда надо принять решение здесь и сейчас. Что я выбираю, какой мой выбор. И когда ты принял решение, как это сделала я в пользу компании Рихлэйм, я решила рискнуть, попробовать. И попробовать изменить свою жизнь. На первых... Самое, что необходимо вашему новичку, или если вы сейчас, если новички присутствуют в зале, то есть те люди, которые делают только первые шаги к своему успеху, делают первые шаги к своей мечте, они могут быть робкими, да, шаги, то есть вы знаете, как вы проверяете почву. Могут быть, наоборот, стремительные, когда внутри это всё накипело, и очень хочется результата, очень хочется изменить свою жизнь. Мы начинаем делать очень реально, очень активно, и вот на 100%. Поэтому у каждого свой путь каждый приходит по-разному. Но на самом деле, в самом-самом начале необходимы три вещи. Я вижу, что вот есть комментарии, страшно разочароваться. На самом деле, конечно, страшно, могут быть разные моменты, и каждый из нас боится. Чего боятся люди? Боятся перемен. Когда что-то происходит, хорошее или плохое, к хорошему, конечно, мы очень быстро привыкаем, и мы очень быстро принимаем это за должное. Но когда происходит что-то плохое, что-то меняется. Это на самом деле всё правильно. Они в наших глазах могут быть или хорошими, или плохими. Это страшно, пугает изменения. Но когда ты понимаешь, для чего ты делаешь, вот эти мелкие бригады, мелкие противовопросы, которые я себе часто задаю, что будет со мной, если я не буду этого делать. То, что я должна делать на этом функциональном уровне. То, что я должна сейчас делать для команд, и для себя, в первую очередь. Как изменится моя жизнь. Я хочу, чтобы она продолжала быть яркой и насыщенной. Поэтому я работаю и делаю то, что от меня на данный момент зависит. На первых этапах новичку, по моему мнению, необходимы три, на что похожа фотография. И по моему усмотрению, что необходимо. Первый энтузиазм. У нас есть высокий рейдер в компании Reflame и восточного региона нашей страны, да, Елена Монакова. Я думаю, что кто-то знаком. Мы очень любим этого лидера. И она говорит, что энтузиазм – это самая высокооплачиваемая эмоция в мире. Это та эмоция, за которую платят самые большие деньги. Потому что то, что делается с энтузиазмом, это приносит удовольствие, это приносит классный результат, и это приносит полноту и яркость жизни. Поэтому энтузиазм на первых порах, он очень и очень важен. Он важен в принципе всегда. Но вот в начале, это, наверное, одно из самых важных, которые приносят результат. Второе – это вера. Иногда веры не хватает. И это может происходить на разных этапах. И на самом деле, делаешь и не понимаешь, приведет это к результату или нет, как это будет. Но вот вера просто в то, что ты делаешь все правильно, и все будет обязательно хорошо. И вот очень большой стимул, она дает очень большую поддержку. Это та почва, твердая почва, на которой потом строится ваш фундамент и строится ваша картинка мечты. И иногда нам этой веры не хватает. Веры, ее невозможно где-то иногда подчеркнуть, мы не знаем, где ее взять. И поэтому эту веру на первых порах необходимо одолжить у спонсора, потому что зачастую ваш спонсор верит в вас больше, чем вы сами. И мне кажется, что это происходит на разных этапах, даже не только тогда, когда это стадия новичка. Разные бывают моменты, и изменения, и застои, и непонимания какие-то, что делать дальше, правильно, неправильно делать. И вот эта вера, если вы чувствуете, что у вас ее на данный момент не хватает, вам ее необходимо подчеркнуть. И в первую очередь можно обратиться к вашему спонсору, который вас пригласит, потому что эти люди в вас верят зачастую больше, чем вы сами на себя. И, конечно же, на первых порах необходима четкая система работы спонсора. То есть необходимо дать понять новичку, что ему надо делать, как ему необходимо работать, для того, чтобы он получил результат. Пожалуйста, лидеры, которые согласны вот с тем, что я сейчас рассказала, поставьте плюсик, для того, чтобы я поняла, что вы меня слушаете, вы меня слышите, ну и согласны ли вы, самых-самых главных моментов, да? Когда человек получает первые результаты, когда получает первые «да», первые регистрации. Соня, вспомните свои первые регистрации. Мне кажется, это так волнительно, когда ты пригласил человека, и он сказал «да», он поверил, и он поверил вам, он поверил компании, он поверил тому, что он может изменить свою жизнь. Это очень круто. Наверное, одни из самых ярких эмоций, когда вот вам первые люди говорят «да». И поэтому очень важно, чтобы вот эти три момента сработали. Первые горячие глаза, первый вот этот кайф, драйв и настроение свернуть в город. Знаете, если прошла первая регистрация, то и бриллиантом буду. Вот тогда приходит вера. Это дает новый этап и новый ком достижений, новый ком результатов. И очень важно, чтобы рядом с вами был человек, который зачастую ведет вас за руку по этому бизнесу. Конечно же, это спонсор. Я очень благодарна своей судьбе, что меня свела с таким замечательным человеком. Это Элеонора Рездарта. Это топ-лидер восточного региона, топ-лидер Украины. И человек, который... Вот для меня это человек, который держит меня за руку и чувствует мое сердце. И вот такие лидеры... Люди, которые находятся рядом, благодаря... И мы достигаемся, они помогают достигать. И я люблю Элу. И наша с вами задача, вот повторить этот результат, чтобы ваши лидеры к вам относились точно так же, с любовью, с великим уважением и благодарностью за то, что благодаря вам изменили... ...судьбы людей. Элла, я тебя очень люблю, благодарю. Надеюсь, что Эллочка сейчас в студии за то, что ты есть в моей жизни, за то, что ты тогда рассказала мне все эти возможности и дала мне эту веру, благодаря которой я в корне изменила свою жизнь. Не знаю, на 360 градусов. И я знаю, что если бы не ты, у меня бы таких изменений не было. Я тебе очень благодарна и очень люблю тебя. Спасибо. Я думаю, что после этого мероприятия у каждого будет дополнительный стиль и позвонить вашим спонсорам, людям, которые вас пригласили, и поблагодарить за то, что благодаря им у вас есть вот такая вот возможность. Если говорить о системе работы, то у Эллы на тот момент, когда я пришла, была четкая система, что необходимо делать. Эта система, она есть у нас до сих пор. То есть, что необходимо, чтобы ваша машинка, чтобы она двигалась дальше. Видите, уже пошли слова благодарности, и мне в том числе. Спасибо, девочки, я вас очень люблю, но о команде скажу чуть позже. Что необходимо, чтобы ваша машина бизнеса она двигалась, чтобы не было, знаете, остановок на капремон, что каждый знает, что такое рекрутирование, это создание входящего потока. Если у вас не будет входящего потока, то очень сложно достигать новых званий, очень сложно достигать новых вершин, очень сложно получать удовольствие от работы. Поэтому система рекрутирования, она должна быть налажена. Дальше система сопровождения. Когда к нам пришел новичок, он вам уже поверил, он уже согласился, он сказал уже свою «да». И некоторые люди просто верили свою судьбу вам. И наша задача, как спонсора, правильно сопроводить, правильно вести этого человека и включить его в систему, то есть, чтобы он был уже частью каких-то движущихся колесиков. Система вовлечения в команду. Это следующая система. Чтобы человек чувствовал свою значимость, чтобы он был причастен к команде, чтобы он был причастен к вашей организации, и он был очень важным звеном. И, конечно же, это система обучения, которая проходит у нас, начиная от старта, когда человек только-только пришел, его надо обучить первым шагам, его надо обучить первым деятелем, которое он должен сделать. И мне кажется, что система обучения это и до бриллиантового президента должна быть. То есть, наша задача все время обучаться, и на каждом этапе это новые-новые витки, новые знания, новые навыки, которые мы должны получать, и те люди, которые постоянно обучены, жены получают результаты. В Вильнюсе я поняла, что лидеры Беларуси это те люди, которые будут всегда получать крутые результаты, потому что вы обучаетесь, у вас очень сильная система обучения от компаний, это, по крайней мере, то, что я увидела, да? Под ним грузком подглянула, как развивается Беларусь. У вас будут очень крутые результаты, потому что у вас есть и командность, у вас очень сплоченные лидеры, очень дружные, очень красивые женщины, и, конечно же, есть вот поручение, поэтому все будет просто замечательно, вы большие молодцы, на вас во многом равняемся, и очень рада знакомству с вами, спасибо большой компании, за то, что есть такая возможность. Фазы роста директора, да? Когда к нам приходит человек, он хочет получить какой-то результат. Мне кажется, что первая ступенька, ну, сейчас вообще все поменялось, да? Если говорить о работе в интернете, да, спасибо. А если говорить о работе в интернете, то лидеры, которые работают у нас в Украине, они ставят первое звание, это звание золотой директора. Если говорить о работе офлайн, то у нас, например, когда приходит человек, особенно в наше непростое время, на нашей территории, да, город Донецк, люди ставят небольшие запросы, абсолютно это минимум звания директора, это вот хорошая цель, которую ставит человек перед собой. И для того, чтобы человек стал директором, необходимо пройти некоторые этапы, да, некоторые ступенечки. Первое – это создавать входящий поток, то есть с кого, с кем мы будем строить звание, с кем мы будем достигать новые этапы, с кем мы будем формировать команду. А дальше входящий поток, то есть это те люди, которые к вам приходят. Они могут приходить из офлайна, да, из среды, как говорится, это Эльтором Ярсла, которую я очень любила и люблю до сих пор, на котором у меня выросли девочки-директора, многие. Тот метод, который до сих пор, уже не 100 лет, он будет приносить результат, если им работать правильно в системе. То есть любой метод, он работает на 100%, если им работать. Исходящего потока, то есть тех людей, которые к вам уже пришли, необходимо формировать активных консультантов. Кто такие активные консультанты? Напишите мне, пожалуйста. Эти девочки, я должна, и мальчики, я должна была быть учителем биологии и химии в школе. Поэтому, видите, задаю вопросы. Вот эти учительские замашки и навыки, они достались до сих пор. Напишите, пожалуйста, как сделать из входящего потока просто человека, кто такие активные консультанты, да? Кто это? Есть люди, которые к нам зарегистрировались, а активные консультанты – это те люди, которые ежекаталожны... ...размещают заказы. Видите, дорогой пришел на помощь. Спасибо. Конечно, это те люди, которые размещают заказы, не просто зарегистрировались, а оформили свой заказ в компании «Риф» и потратили свои деньги или же собрались от заказов. И здесь тоже есть ряд мероприятий. Да-да-да, каталогии показывают всегда в теме. Самое главное, что они размещают заказы. Все верно. И здесь тоже есть ряд мероприятий. Какие это мероприятия? Мастер-классы, какие-то тематические встречи на офисе. Это могут быть всякого рода вечеринки. Да, вот у вас... Я первый день Вернисы пропустила. Я знаю, что в Беларуси очень активно действует такой метод, как помадные вечеринки. То есть разные моменты, которые вовлекают человека, стимулируют его приобрести что-то для себя или же начать показывать каталоги для того, чтобы заработать деньги. Из активных консультантов, с которыми мы уже общаемся, очень хорошо знаем, формируются партнеры. Те люди, которые готовы что-то делать, которые готовы в первую очередь рекрутировать, регистрировать людей. Из этих партнеров, при правильной работе, которые уже начали, в принципе, то же самое делать, создавать входящий поток, приводить этих людей в активные консультанты. И рано или поздно формируются менеджеры. От чего это зависит? От работы от принципов, философии, по-моему, что количество переходит в качество. Поэтому необходимо с этим просто работать. Менеджеры становятся директорами, когда просто повторяют то же самое. И вот с уровня партнеров уже очень важно создавать команд, потому что для меня это очень ключевой, очень-очень важный момент. Это то, что у нас есть команда, это то, что есть сообщество, в котором мы чувствуем друг друга, в котором мы помогаем друг другу, когда мы подставляем свое плечо. Потому что командность это то, что помогло нам пережить эту сложную ситуацию, мы ее до сих пор переживаем. И я знаю, что команда, то я не знаю, где бы я сейчас находилась. Поэтому команда это очень важно формирование уже на уровне партнеров, чтобы люди понимали, что вы одно целое, вы идете к одной общей мечте и цели. Вот так вот я поработала, когда только пришла в компанию, буквально, наверное, 4-5 каталогов, я вышла на уровень 15%. Себя отлично чувствовала, еще была студентка, то есть на четвертом курсе я пришла, я не бросала институт. 5 лет мне надо было отучиться. И вот по ходу жизни, по ходу учебы в институте я активно работала в компании Reflame. И очень быстро я вышла на уровень 15%. Ну, для меня это было быстро. Да, там 4-5 каталогов, по-моему. И я себя просто замечательно чувствовала, потому что мой доход здесь в 1200-1500 гривен, и стипендия в 450 гривен. То есть вы можете сравнить, да, я себя чувствовала просто замечательно, могла себе многое позволить, больше, чем обычные студенты. И вот начинается замечательное место, которое называется зона комфорта. Я даже не буду задавать вопрос, потому что кто-то ответит, кто-то не ответит, но я думаю, что каждый из нас когда-то находился в зоне комфорта. Когда, в принципе, вроде бы как, все и ничего. И то, что я делаю, или, может быть, и не делаю сейчас, оно мне дает какой-то результат, и он меня на данный момент устраивает. Бывало такое. Вот. Я знаю, ну, честно, кто-то может написать на себе, вы точно сможете ответить на этот вопрос. У меня такое было. И это было несколько раз на протяжении моей карьеры в компании «Арифлейми». Я понимаю, что, наверное, еще и будет. Иногда мы сами себя вытяжим, не хотим, ленимся, жалеем себя. То это делает за нас природа. И ситуация, которая возникает вокруг, то есть нас провоцирует, специально создаёт такую ситуацию. И вот эта зона комфорта, она у меня была на протяжении окончания четвертого курса и пятый курс. И вроде бы как все хорошо. И пришел момент выбирать. Я оканчиваю пятый курс, получаю степень магистра. У меня даже красный диплом лежит. До сих пор еще ни разу он мне не пригодился. Думаю, что так оно и будет. И приходит следующий момент. То есть, когда я уже оканчиваю университет, я для себя сама поставила вот такие вот рамки и не ждала, пока это сделает за меня природа. Я решила поставить себе ограничения. Или же до сентября месяца я открываю звание директора компании «Флайн», потому что на 15%, вы понимаете, пока ты там студент, вроде как оно и неплохо, да, дополнительный доход. Но когда ты уже все в свободном плавании, ты уже окончил вуз, и тебе необходимо уже зарабатывать нормальные деньги для того, чтобы обеспечить свою жена. И я делаю выбор. Или я до сентября месяца открываю звание директор компании «Флайн», то есть где-то у меня было, наверное, 15%, да, то есть около 3000 баллов мне за лето необходимо наработать 4,5 для 7500. И даже я иду работать в школу. В школу мне идти работать не хотелось абсолютно, и поэтому я начала очень активно шевелиться. Делать то же, что я и делала, только делать активнее, интенсивнее, увеличить количество и добавить энтузиазм. И вот тогда, в принципе, с теми же самыми условиями, с теми же самыми усилиями я открыла звание директора, не пошла работать в школу. И моя мама, человек, который родился, вырос в Советском Союзе, брала есть определенные понятия, да, вот что должна быть, как это называется, книжка, трудовая книжка, должен идти стаж, а как же пенсия, да, вот какие-то есть определенные каноны, вот, что вот так должно быть. И когда я работала в компании Reflame, мама воспринимала это как баловство, то есть, ну, походи, ой, ну ладно, ну там же там, ну в школу же надо идти работать, отработать диплом, чтобы же там он не пропал, то есть какие-то там разные моменты. И самый такой интересный момент, это когда я шла, заработала премию, тысячу долларов получила ее, это были очень большие деньги на тот момент для Украины, для зарплаты Украины. И я взяла маму с собой в банк, по чековой книжке получала, говорю, мам, я еще в бизнес-встрече, давай ты поедешь, заберешь деньги, отвезешь ее домой, чтобы я с ним... Когда мама получает, я даю эти деньги, да, то есть тысячу долларов плюс зарплата, мама такие глаза, говорит, это что, правда, тебе все? Я говорю, ну, как бы да, я же премию получила, компания все, что говорит, она все делает. И мама говорит, ну, может быть, там и для меня найдется какое-то местечко в компании, давай, может, ты меня как-то устроишь, поблажьешь. Я говорю, ну, вот это уже дает результат, и наши достижения начинают по-другому верить. Если первое время у меня мои знакомые очень скептично относились, мои подружки, однокурсницы, одногруппницы, то есть, родственники, они это воспринимали как волосство какое-то, да, ну, сад, да, все равно комах. Ага, да-да-да, мы рефлюем только по блату. Ну, это же, я говорю, советская вот эта жилка, да, что если вот... Давай по блату, давай. И что я говорила? Я, вы видите, сбилась с мысля. Не помню, но я вспомню, и мы продолжим, да. И, в общем, по поводу... А, когда люди видят ваши знакомые, ваши результаты, когда они видят, что вы где-то побывали, вы получили какой-то чип, видят вас в красивом, ага, в красивом платье, тогда они начинают по-другому реагировать. И, да, спасибо большое за помощь. И первые свои шаги я делала в анкетировании. То есть, когда я начала приглашать знакомых, мне сказали, они сказали, мы посмотрим на твой результат, как у тебя получится, ну, вот тогда и будем что-то... Я бы уж она поверила, просто поверила в то, что это у меня получится. Ну, и получилось, слава Богу. Вот, думаю, что будет получаться дальше, потому что все у нас с вами зависит от нас самих. И для меня был большой варьи... ...преодолеть вот это вот состояние, когда надо выйти на улицу, знаете, переставать чужим людям сильно боялась. Потому что до этого я была очень скромной, стеснительной девушкой, которая в новых компаниях, знаете, покрывалась таким багрянцем. Я не находила слов, я вот опускала глаза и очень стеснительная себя била, вообще очень скромная была. Но, слава Богу, знаете, это прошло, это вот в моей жизни. И вот анкетирование, это было такой школой жизни, это было преодоление себя, преодоление своих страхов, преодоление своих комплексов. Вот компания Reflame открывает нам новые возможности себя лично, знаете, проверить себя, что я могу, а слава ли им. И, конечно же, теперь это... ... 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 Я буду чуть позже рассказать о своих директорах, вы услышите, да, только директора. И следующая моя цель была создание команды, потому что я смотрела на своего спонсора, у Эллы, очень сильная команда, наша... ... 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 и не только. И у меня подникло огромное желание создать такую свою команду, для того, чтобы более уверенно себя чувствовать, для того, чтобы понимать, что ты можешь влиять на жизни других людей. А в команде это делает намного проще, намного лучше, интереснее и больше стимулов. И поэтому уже на уровне директора я создавала свою команду. И вот вы видите пример нашей команды, вот так вот она, это мой первый директор, который вырос Ксения Анис. Видите, фиолетовом таком свитере, мы ее поздравляли, это наш сервисный центр когда-то у нас такой был. И это вот мои девочки и моя команда. И эти все люди остались со мной до сих пор, которые сейчас работают, растут, развиваются в городе Донецке. Все остались здесь, и для меня это очень большой показатель, потому что поверили. Поверили в себя, поверили в компанию, поверили в меня, и Элу как спонсоров. Поэтому я вам очень благодарна и очень вас люблю. А вот на верхней фотографии вы видите, это наш дар-клуб, это команда Элы. Вот я там в белом платье, Элочка очень красивая, мы ее поздравляли с... старший бриллиантовый директор. Это наш банкет директоров в городе Киеве. Это не забывайте, звание было, это был очень крутой год. И благодаря таким людям, благодаря этой команде, ты понимаешь, что ты очень многое можешь. Вырастают крылья, вера в себя. Поэтому, если у вас еще нет команды, или вы об этом не задумывались, я вам хочу сказать, что командность и сплоченность это то, что поможет вам пережить любые неприятности, любые невзгоды. Если у вас команда строится на правильных ценностях, на правильных принципах, и на доверии, и взаимопонимании, взаимоуважении. Поэтому это очень и очень важно. И благодаря команде, ну, мы все пережили и переживем в этом уверенно на тысячу процентов. И вот благодаря вот такой моей мечте появилась команда. Я достигла звания «Золотой директор». И мы с моей сестричкой летали в Париж, до Эйфелева башня. Я ужасно боюсь высоты. Ужасно. Это моя фобия, наверное, одна из немногих. И я ничего с собой не могу поделать. И когда мы с Юлей пошли на Эйфелеву башню «Как быть в Париж?» Я думаю, я себе этого не прощу. Просто не прощу. И мы начали подниматься целью, бешеную очередь. Там, по-моему, часа два, наверное, стояли. Ага, вот. Видите, у меня есть соратники, те люди, которые меня... Я понимаю. И когда мы простояли, он уже все, с этим совлифтом, там по перилам ходила, смотрела. Ну и решили подняться на самый шпиль, потому что, ну как так, побывать надо уже делать до конца. Вот это называется работа над собой, работа со своими страхами. Ну вот я, по-моему, это уже на самой макушке, на самой верхушке Эйфелевой башни, которую штормила, потому что был ветер. И вот тут я с мокрыми ладошками, которые я взяла Юлю, схватила за руку, когда мы ехали в лифте, говорю, я боюсь, я очень боюсь. Отпуская руку, я думала, что это не оптизиология. Ну, хочу сказать, что вот, наверное, вот это преодоление, когда ты понимаешь, что, ну это круто, там, это надо сделать, вот просто взять и сделать, перебороть, побороть свои страхи, просто вот через себя. Иногда в нашем бизнесе бывают такие моменты, когда надо просто через себя перешагнуть, переступить, осознать свои страхи, в первую очередь, осознать, чего я боюсь. Понять, что если я это сделаю, я получу то-то, то-то, то-то. И вот эти, вот эти результаты, которые я получу, они на самом деле намного важнее, намного сильнее этих страхов, которые у меня есть. Поэтому вы видите, а, мне кажется, где-то в глазах, но я это сделала. Хочу сказать, что в бизнесе мы очень часто тоже делаем такие вещи, иногда мы их не осознаем. А иногда осознаем и осознанно это делаем. Это еще круче. Поэтому подумайте сегодня, чего я боюсь бизнеса. Вот я боялась подходить к людям. И сегодня, видите, такой какой-то откровительный разговор. Я вам еще, скажите, не устали ли вы от меня? Сейчас гляну, сколько я уже вам времени рассказываю. Ого, надо ускоряться. И был момент, я боялась инкетировать этим. Правда боялась. И это была зима. И шел снег. И как-то, и как-то вот Элла говорит, надо идти. Я бы, может быть, и не пошла. Вот это, знаете, такое, нет. Сказала надо, значит, надо. Честно, я всегда перед собой. И, в общем, зима. Я в шубе. Потому что валит снег. Мы одеваем зеленые ветровки арифлеймовские. Это вообще... Я это вспоминаю, наверное, как, не знаю, как такой вот момент... Так, напишите. Ура, замечательно. Так, что-то... Ага, все, открыла. Слава Богу, у меня тут, видите, техдиректор. Рядом сидит поддержка и опора. Это замечательно. Итак, вы видите, да? В начале года у меня была замечательная картина. Ага, спасибо. Да, спасибо за тёплые слова. И я себя очень хорошо чувствовала, на самом деле. У меня было две сильных ветки. Одна делала там около 8 тысяч баллов, вторая была глубинная с директором. Там, там, я не помню сколько уже. Прям хорошо взыбывала. И третья веточка у меня девочка работала, она Ирочка. И она ушла с работы. В конце вот 2013 года человек рассчитался экономистом, был там 11 лет, отработал на заводе. И для компании Reflame, вот ради своего продвижения, даже чтобы здесь добиться уровня директора, она рассчитывается с работой. То есть, ну, как бы, часть ответственности лежит и на мне. Да, что человек поверил, человек пошёл. И вот 10-й каталог 2014 года. У нас начинаются те события, о которых, вот видите, Ира пишет. Те события, о которых... Мне даже не хочется словом говорить. И подумать, что у нас такое может быть, что мы можем оказаться в такой ситуации в нашем 21 веке. И 10-й каталог. У нас нет доставки, вообще нет. У нас идут боевые действия. У нас по очереди выключают то свет, то воду, то интернет, то ещё что-нибудь. Иногда всё вместе на неопределённое время. И вы видите, что происходит с моим стабильным бизнесом, которым, в общем, я себя очень хорошо чувствовала. Та ветка, которая была глубинная, где было 2 директора, 1-й тысячу баллов, которая 7500 и выше, тоже стабильная. Там был и менеджерский, очень хороший состав. То есть, там, до третьего поколения в глубину. 540 баллов. Ирочка, которая ушла с работы, 300 баллов с полутора тысяч. Какое там? Около 3000 делала Ира. Ну и четвёртая веточка у меня была маленькая. Это 0%. Сказать, что я... У меня нет нормальных слов. Ну, я обалдела. С 3000, да, вот стало 540. Я открыла специально распечатку. Я посмотрела по распечатке, сколько баллов было. Сказать, что я была удивлена тому, что произошло, но это ничего не сказать. И такой момент, когда ты не понимаешь, что будет дальше. Ты не понимаешь, что будет дальше. Не только, даже тут дело не только в бизнесе, а с твоей жизнью, с твоей семьёй, с твоим домом. Продолжает баловаться интернет. Я там писала, я так понимаю, что вы меня не слышали. А ну-ка, всё, слышно, да? Ура! Ой, я тоже очень рада. Ну, такие проблемы у нас, к сожалению, есть. И на данный момент, как бы, что-то сложно с этим сделать. Я рада, что слышно. И у всех... ...здоровообместящих людей на тот момент стал выбор. Одно из двух. Или такой вопрос в том числе задавала. Сказать, что у меня было особое желание оставаться, я их оставаюсь. Потому что, был бы человек, было страшно за свою семью, было страшно за свою судьбу, за свой дом, да? Что, как происходит, как всё будет. Почему? Одной простой причине. Всегда на этом слайде плачу. И осталось благодаря вот этим людям. Это моя команда директоров. Видите, ничего не могу с тобой поделать. Всё равно слёзы на глазах. Прошу прощения за мою эту слабость. Команда директоров. Это те люди. Эти, знаете, это три пары глаз, которые смотрели на меня и в тот момент верили больше, чем я. Они верили больше, чем я, что всё будет хорошо. И мы были с Юлечкой. Вот Юля, это моя сестричка. Мы были на лайнере. Тогда не было доставки от компании. Было понятно, что как это будет менять. Спасибо. Что были дальше, мы не знаем. Компания не понимает, что будет. Они нам тоже ничего не могут сказать. Говорят, мы всё, что возможно, всё, что в наших силах, мы сделаем и поддерживаем. Но мы не все сильно. И благодаря вот этим людям, которые когда-то поверили, которые когда-то пошли, доверили свою жизнь и мне в том числе, я осталась и приняла решение, что я остаюсь в любом случае, потому что на мне есть большая доля ответственности, и я не могу поступить иначе. И пока мы были с Юлей на лайнере, пока... ...разговаривали с руководством, не понимали, что будет дальше, как будет дальше. Рассчиталась с работы буквально до нескольких месяцев до вот этих всех событий. То есть для меня это был шок, потому что никто не думал, что может так быть. И ответственность, когда человек ушёл с работы, и вот так вот всё получилось, ты понимаешь, что надо что-то делать, потому что тебе поверили, и на твоих плечах есть ответственность, будет что кушать этой семье или нет. И её город Москана попал под очень сильный обстрел, наверное, процентов 60 этого города было разрушено, и раз в день рождения встречала в подвале, не могли полтора суток выйти вообще на землю, потому что были сильные боевые действия, очень много пострадало и домов, и людей. И Ира в этот момент, они выехали. Выехали в другой город с семьёй, потому что там находиться было просто невозможно. И... А вот Ксюша, видите, наша брюнетка жгучая, это человек, который каждый божий день, пока мы вот выезжали на лайнер, да, мы были в Киеве какое-то время, наверное, около недели. Ксюша человек, который каждый божий день приходил на офис. Каждый день. Я говорила, Ксюша, я не знаю, как будет дальше, тебе честно хочу сказать, потому что, если не будет доставки, я не знаю, как будет развиваться наш бизнес. Как с людьми, постоянные обстрелы, постоянные какие-то эти моменты, которые мешают. Я не могу тебе гарантировать, что у нас всё наладится, всё будет хорошо. Читая ваши комментарии, опять вот, понимаете, опять эти эмоции. И Ксюша человек, который каждый божий день, несмотря на это, приходил, приходил на офис, сидела и встречала клиентов. Она говорит, ты знаешь, я прихожу на офис, включаю чайник, заваливаю себе чашку чая, и мне уже хорошо. Мне уже хорошо. И тем не менее приходили люди, просто приходили за какой-то моральной поддержкой, даже не то, что там купить что-то или каталог взят, ну и такое тоже было. Приходили за то, чтобы пообщаться и услышать что-то хорошее. И вот это люди, благодаря которым я осталась в городе Донецке, мы это всё вместе пережили, Ирочка вернулась, буквально там через некоторое время, и мы начали активно работать. Что ещё важно было для меня, почему мы работали, это директора Дарклуба. Девочки, я знаю, что вы сейчас присутствуете в этом зале. Я вас очень сильно люблю, я благодарю вас за то, что мы вместе. Одна бы я не справилась, это 100%. Благодарю каждую из вас, здесь представлен небольшой состав. У нас очень крутые девочки. И эта фотография сделана была, не знаю, лет пять, наверное, назад. Мы очень, мы очень крутые, и команда это очень круто. Я благодарна Эль за то, что она смогла создать такой организм, это даже не какое-то сообщество, это просто живой организм, в котором каждый из участников Дарклуба поддерживает друг друга. Это спина, это человек, что-то рассказать, что тебя тревожит, поделиться своими какими-то страхами, своими подозрениями, своими моментами. И эти люди помогут. Вот это, наверное, самая, самая сильная сила, которая у нас есть. И поэтому я хочу сказать, что ситуация, которая произошла в Донецке, в Луганске, Донецке, да, она показала, что все может в корне поменяться. Но если у вас бизнес построен правильно, на правильных китах он стоит, у вас есть, если вы смотрите в работе, тогда вам все нипочем. Вы переживете любой кризис, любую сложную ситуацию, ну, все переживете. Поэтому, девочки, я вас очень люблю, благодарю за то, что вы в моей жизни. Я тебе огромное спасибо за то, что каждый из нас есть Дарклуб. И огромное спасибо за то, что благодаря тебе. У нас есть бизнес-компания Reflame, потому что Элла проделала и проделывает до сих пор колоссальную работу по поводу доставки, по поводу всех этих моментов. Мы тебя очень сильно любим, вот все директора и менеджеры подключаются. Поэтому огромное спасибо, огромный поклон. Что мы начали делать? И это может делать любой человек в любой ситуации. Потому что я понимаю, что, наверное, и в Беларуси есть разные моменты, да. И всегда то, может быть, цены, то, может быть, зарплаты, кризис. Ну, все это всех касается. У нас просто это проявилось сильнее, чем в других городах, в других странах. Мы начали создавать мир хороших новостей. Вот ни с чего. Везде жалуются. И я думаю, у вас это тоже есть. Правительство не такое. Ну, за Беларусь, я не знаю, уже говорила, да, на встрече. Я не знаю, может быть, у вас на правительство не жалуются. У нас жалуются люди. Цены не такие. На рынках там все плохо. Зарплаты маленькие. В общем, очень много разных-разных жалоб. Все не так, все плохие, все виноваты. Это нормальная позиция обычных людей, да, которые к нам приходят. Клиенты. Вот мы начали создавать мир хороших новостей. У нас в офисе только о хорошем. Ни о каких моментах, ни о каких там бомбелах, ни о каких моментах мы не разговариваем. И к нам начали тянуться люди. Они начали приходить. Потому что каждый человек хочет услышать что-то хорошее. Надоело, когда все жалуются вокруг. Только негатив сплошной передается. И это все просто идет по этому кругу. Просто надоедать. Дальше показать, что есть вот такой вот мир, компания Reflame. где у нас не жалуются. У нас есть хорошие новости. И каждому из людей, у которых к нам приходят, есть что сказать хорошее, положительное. Поэтому, пожалуйста, возьмите себе такую привычку. У нас это работает до сих пор. Что только хорошие новости. Мир хороших новостей. И мы с вами его создаем. Сидим и раскрашиваем яркими красками. Эту серую, да, на данный момент. И достаточно нерадостную жизнь, да. Поэтому, да, это отдельная позитивная сторона. Все верно. Необходимо дальше это иметь фокус. Когда вы располагаете небольшим ресурсом, временным. Когда ты не понимаешь, что будет завтра. Будет доставка, не будет. Будут боевые действия, не будут. Будет интернет, не будет. Будет возможность выехать на офис, не будет. Мы не понимали тогда, что будет завтра. Мы решили делать на 100% сегодня. Убрать и делать. Что мы можем? Прозвонить людей можем? Можем. Праздник каталога небольшой. Собрать можем? Можем. Дать людям потестировать новинки? Можем. Можем. Какое-то разнообразие. Мы начали это делать. Мы начали фокусироваться и работать над тем, что мы можем делать, что мы можем делать прямо сейчас. И никакого там дальносрочного у нас планирования его неба. Мы даже на неделю не могли спланировать. Иногда то, что ты планировал на завтра, но все менялось вообще с ног на голову. И вообще все по-другому было. И поэтому мы начали располагать, мы оценили эти ресурсы, которые у нас есть. Мы начали располагать ими и пользоваться тем, что мы можем исправить, то, что мы можем делать. Очень важно иметь фокус. Это важно иметь в любой ситуации. Если вы хотите роста, вы должны понимать, как вы добьетесь. Пожалуйста. Сейчас крутой инструмент. Это наша серия Novage. И можно благодаря Novage достигать результата. Можно в интернете достигать результата. Вот располагайте этим ресурсом. Пожалуйста, используйте его на 100%. Конечно же система. В системе важны инструменты, детали и топливо. Топливо – это ваша энергия. Потому что все тянутся на какую-то энергию. Всем хочется получить какую-то эмоцию, заряд энергии. У нас сейчас люди не готовы отдавать. Им нечего отдавать. Энергии у них нет. Они хотят получать. Поэтому наша с вами задача, чтобы у вас и у нас всегда вот эта внутренняя чаша, наша энергетическая, она была наполнена. Каждый из нас ее восполняет по-разному. Кто-то ездит на рыбалку, кто-то ездит в лес, кто-то читает книги, кто-то пьет на рассвете чашку кофе и получает от этого удовольствие. Смотрит фильмы положительные. Поэтому, пожалуйста, знайте, как он восполнится. Потому что от вашей наполненности, вашей энергии зависит то, как будет развиваться ваша команда. Это очень-очень важно. И буквально в нескольких словах по поводу методов работы. Я знаю, что вы на 100% знаете, что ничего нового я вам не открою. Сила в команде. Это самое главное, что я вам хотела сегодня передать. И какие методы, чем мы работаем? Анкетирование, мастер-классы и мероприятия. Конечно же, у нас сейчас мы запускаем работу в онлайне. У нас есть люди, которые этим сейчас работают. И в моей команде тоже есть такие люди. Поэтому необходимо все это совмещать, все это миксовать и знать сильные стороны каждого человека. И если говорить по поводу анкетирования, ничего нового я вам тут не открою. Единственное, что хочу сказать, самый крутой результат это анкетирование команды. Это вот один из дней. Мы вышли на воскресенье на работу. Это было лето этого года. И решили создать такое массовое анкетирование. Я думаю, что ваши лидеры вам уже рассказывали за эту фишечку. Куда в работе, когда нас было, по-моему, 13 человек, на офис, сбросились по доллару и решили так, что мы разобьемся по командам. Вы можете брать с собой любые раздаточные материалы, каталоги, листовки, пробники, акции, все что угодно. Задача собрать максимальное количество анкет. Разбились мы по двое. И разбили район, в котором мы были. Там один едет туда, другой туда. В общем, мы разбили эти районы, чтобы ни в одном и том же месте мы не создавали друг другу конкуренцию. Вытягивали жребия мы эти райончики и заговорили, что мы сейчас выезжаем. И где-то через час, например, минут 20 на дорогу, и через час мы встречаемся на офисе. Кто опоздал, то того результата не засчитываем. И у нас все один и тот же день. Был крутой результат. За час активной работы мы собрали 201 анкету. 201 анкету. Это было круто. Мало того, это дало задор. Это дало командный дух. Это дало такую здоровую конкуренцию. Это дало... Главное, этот метод дал результат. И те люди, которые выходили, говорили анкетирование не работает. Это устарело. Простояло 10 минут и не собрало ни одной анкеты. Понимаете? То есть, ее уважают тоже, наверное... Сегодня какой-то вообще веселый вебинар. Где чат? Ага, видно, да, чудно. Сейчас опять загружаем презентацию. Поэтому наша задача с вами на 100% использовать ресурс. Пожалуйста. Есть наборы. Да, необходимо чуть больше усилий для того, чтобы их продать. Никто не спорит. Но это дает нам классный результат. Потому что у вас появляются... У вас появляются лояльные клиенты. Люди, которые будут у вас навсегда. Если человек у вас купил набор Новый Эйдж, там Ultimate Lift или Collagen, любой набор. Если он вам доверил свою кожу лица, то уж поверьте, гель для душа он у вас 100% купит. И это будет дополнение. Это будут дополнительные баллы. Вот работа наборами. Это вот как скорослой автомобиль. По-моему, это Ferrari. Когда вы движетесь к своей цели, там, к званию директора или бриллиант, какого у вас звания стоит в планах, можно достичь разными путями. Можно ехать на копейки, по-моему, это так называется, да, вот в Жигули. Ну, а вы доедете ни на большой скорости, ни с комфортом, да. Могут быть разные остановки. Где-то надо будет подремонтироваться, да. Это будет другое ощущение от поездки, да. Это будет с комфортом, с азартом, с удовольствием, со скоростью и быстрее. Поэтому, пожалуйста, выбор за нами всегда стоит. И набор это то, что помогло нам очень хорошо отработать это время. И помогло мне открыть звание старшего золотого директора. У нас врачка вышла на уровень директора. Ну, я буду поскорее тогда, да, еще быстрее говорить. Вот, потому что что-то происходит запредельное сегодня. И как мы делали звание, интересно вам или нет написать? Давайте, потому что, чтобы я понимала, может, мы сейчас тему быстренько проскочим. Плюсик, да, это по поводу рассказывать, очень интересно. Итак, мы проводили какое-то время спа-ухода. Проводили, проводили. При отношении людей в основном мы проводим один на один. Потому что в группе, если там сидит у вас 5-6 человек, ну, человек не скажет честно, у меня там сейчас, или у меня нет возможности, или, ну, еще какие-то, у меня там какие-то проблемы с кожей. Вы согласитесь, что люди не любят вот на публику говорить о своих проблемах. Поэтому мы решили, что мы будем проводить, да, это чуть длительнее во времени, потому что легче 5 человек объединить и одно и то же рассказать один раз, да, сложнее этим 5 людям рассказать лично каждому. И мы вот проводили эти встречи. Кто-то говорил «да», кто-то говорил «нет», кто-то говорю «подумаю». Деньги, естественно, вопрос денег у нас, он стоял не менее острый, чем у вас, потому что ситуация непонятная, люди боятся тратить деньги, они не уверены за свое будущее, они не знают, что будет завтра. Поэтому, конечно, бережливость и вот небольшие траты, это все присутствовало. И вот у нас был вебинар. Огромная благодарность всем лидерам, которые выступали для нас на вебинарах. Это то, что нас очень поддержало. И лидеры Белоруссии тоже выступали, Татьяна Касач выступала у нас. И выступал у нас Алексей Людко. Честно сказать, я не знаю, кем он был на тот момент в компании, но я знаю, что вы этого человека очень хорошо знаете, я думаю. И пятница вечер, это было, по-моему, 7 число, 7 марта, ну вот практически вот это время. Вот у нас несколько дней назад закончился каталог. И вот в пятницу перед закрытием каталога у нас выступает Алексей Людко. Мы его внимательно слушаем, все хорошо. В 8 вечера шли эти вебинары до 9. И в 9 вечера я звоню Ире. У него на тот момент было 5500 баллов. 5500 баллов, надо 7500. Я понимаю, что, конечно, можно отложить на следующий каталог. Но, а я не знаю, будет в этой команде в следующем каталоге 5500 или не будет. Никто не знает. Поэтому, думаю, надо делать вот сейчас. Куй железо, пока горячо. И вот меня этот Алексей Людко, хотя он ничего такого не рассказывал, но вот были какие-то нужные слова. Мы откроем звание в этом каталоге. Потому что мы уже расслабились, никого не дергали. Ну, как есть, так есть. 5500 неплохо. Следующим каталогом. Знаете, вот эти наши любимые отговорки. Следующим каталогом сделаем. А вдруг будет легче, вдруг с неба будет что-то сыпаться, но никогда не сыпется, к сожалению. Я говорю, Ира, давай делать. Ну, давай попробуем. А что ты теряешь? Ничего. Развони людей. Попредлагай наборы. Попредлагай продукты. Напомни о том, что 8 марта. Давай, давай попробуем. Давай. Ира, вот мы буквально несколько дней назад общались по этому поводу, говорит, ну я восприняла, что это твой какой-то вот такой взят, непонятно откуда взявшись. Ты думаешь, сейчас пройдет ночь, на утро все, все пройдет. У Лены она добудет эту идею какую-то непонятную. Говорит, как я сделаю 2000 баллов за один день, если за три недели я сделала 5500. Такого не может быть. Приходит утро, а меня не отпускает эта идея. Я знаю, Ира, ну что, давай, давай, давай делать. Ира начинает просто садиться на звонки. Ира начинает прозванивать тех людей, которым она проводила спа-процедуру. И тем людям, которым она рассказывала за вот этот набор экологен. Он тогда у нас стоил, по-моему, 150 баллов, 1000 гривен, как бы, ну, много, но реально. Потому что если продавать гели для душа, во-первых, как их сюда завести, потому что это объемно тяжелая и очень проблемная продукция. А во-вторых, сколько же тень ели надо продать, чтобы наработать 2000 баллов? Ну, вот тогда просто где людей? За один день работы, за субботу, перед 8 марта, со словами о том, что сейчас нет большей ценности, чем человеческая жизнь. Это правда. Это в любом городе, в любой ситуации. Самая цена, мы сейчас переоценили все. У нас люди уже не тратят такие деньги на покупку мебели какой-то заоблачной, да, обоев. Люди поняли, да, не дай бог, что-то происходит. Все, что ты можешь взять с собой, это ты. И все. У нас приезжали люди, у которых осталась только сумка, которая документы, какие-то деньги на проезд. И все. А все остальное, это ничего, это превращается все, не знаю, в прах какой-то. Она не имеет смысла никакого вывести, невозможно оставить. Ну, вот так вот. И наши люди стали понимать, что самое главное – это жизнь. И если любому человеку просто сейчас провести анализ того, что идет сейчас в мире, происходит, то любой человек понимает, что самое главное, единственное, что у тебя есть – это ты и твоя семья. И это самая большая цена. Поэтому мы начали говорить о том, что очень важно поддержать свое здоровье. И у нас очень активно Омега все приводило, знаете, в мешках, в сумках. У нас были сумки с Омега-3. Мы рассказывали о том, что это антидепрессант. Поддержите свое здоровье. Потому что это все сказывается. Невозможно спокойно смотреть на то, что происходит. Ты не можешь не участвовать в этой ситуации, когда это происходит с тобой очень рядом. И твое здоровье и состояние твоей кожи – это то, что ты себе можешь подарить. Что ты покупаешь себе на 8 марта? Подари себе классное отражение в зеркале, чтобы ты смотрела и улыбалась. Потому что даже если ставиться на работу, никто не хочет видеть неухоженных, состарившихся женщин. Потому что у нас процесс старения, благодаря этой ситуации, которая была вокруг, он ускорился в десятки раз. И, наверное, это то, правильные слова. Это то, что смотивировало людей на правильные покупки, на правильные действия. И за один день Ира продала 15 наборов, экологен, 15. Их все пришли, выкупили, их все забрали. Кто сразу, кто там какое-то время попросил от срочки, кто по-честному. В общем, по-разному это было. Но мы получили то, что мы хотели. И без 10 и 9 на закрепление... ...каталога у меня отделяются три ветки. И я вообще не верю в то, что ты думаешь, чего ты захочешь. И это правда. И этому есть огромное количество примеров. И я это пережила на себе. И наша команда это пережила на себе. И поэтому я вам хочу сказать, что все, чего вы захотите, если вы это действительно захотите, это будет ваше на 100%. Если вы поймете свой ресурс, чем вы обладаете, если вы поймете, какие страхи вам мешают этого достичь, где-то лень, где-то жалеем себя, где-то чего-то боимся и сами себе придумаем. Если мы с этим начнем работать, то вы получите ваш результат. Просто необходимо трезво оценивать ситуацию. И даже в такие сложные времена мы сделали прорыв. Из-за этого очень благодарна команде, из-за этого очень благодарна Ирочке, Эле и Алексею Людкос. Спасибо ему большое за то, что вот его какие-то слова у меня где-то там что-то клемануло, и мы решили делать сейчас, потому что нельзя ждать завтра. Завтра может наступить, а может не наступить. И ситуация может завтра улучшиться, а может ухудшиться. Мы это пережили на себе. Поэтому не доводите свои ситуации до того момента, свою зону комфорта, что природа будет вами двигать, и природа будет толкать вас, что-то менять в вашей жизни, потому что хватит сидеть. И вот такие вот, да, природные катаклизмы подвинули нас на такое решение, на такой результат. Коллаген, новая серия, плохо видна картинка, я думаю, но ее все обновлены. Коллаген под маркой Novage, классный продукт, уже с ним работаем, предлагаем, потому что женщина всегда хочет выглядеть хорошо. Всегда. И женщина, сейчас у нас все интересуются, как постройнеть, как подтянуть кожу лица, как убрать вот эти проявления старения кожи. Хотят лучше выглядеть люди. Иногда мы просто говорим об этом, а иногда думаем, нет для нее, нет у нее денег, не найдет возможность, пользуется другим, никогда кроме мыла ничего не видела ее кожа. И начинаем, знаете, сами себе оправдываться, почему же мы не приглашаем этого человека, почему делаем маленькие действия. Поэтому наша с вами задача просто делать, брать и делать. И тогда все будет. True Perfection у нас со следующего каталога запускается. Эту картинку, я думаю, что вы знаете, да, это линейка Novage, которая будет запущена, ее можно найти в интернете, я маленькую нашла, она будет растянула ее по этому квадратиками. И методы работы, то, о чем я с вами уже говорила. Экспертные группы уже рассказывала с вами, думаю, смогут поделиться лидерами, чтобы сильно вас сегодня не задерживать. Сертификаты дарим на СПА-процедуру, расскажите знакомым, берем рекомендации из холодного контакта, из теплого контакта, приглашаем на мероприятие, чего хотят женщины. Все... Продолжение следует... Да, поставьте, пожалуйста, хоть один плюсик, что меня слышно, пожалуйста. О, слышно, отлично. За бомбежки слышали, да, что люди приходят. Когда они понимают, зачем им это надо, они приходят к нам на мероприятие. И после такой тяжелой ночи, когда было много попаданий, и было в самом Донецке много, и в центре попало, в общем, плохо было все. У нас было на следующее утро, на субботу назначено готовились, и я думала, что никого не будет, и люди поприходили на праздник каталога, после бомбежки. Некоторые в подвале сидели всю ночь. Пришли. Я говорю, вы знаете, я думала, никого не будет. Говорят, у нас сейчас Эрифлейм, это одна из небольших инстанций, не знаю, как правильно сказать, где можно получить положительную информацию. И мы приходим к вам за этим. У нас был аншлаг, нам некуда было садить людей. Мы ходили, занимались стулья, потому что мы не рассчитывали на такое количество людей. Поэтому я вам хочу сказать, что иногда мы делаем, да, отдушина. Иногда мы делаем выводы за людей, думаем, им неинтересно, у них там была тяжелая ночь, они не пришли. Да не так все. Это мы сами себе понапридумывали, сами себе отгородили для того, чтобы меньше напрягаться. А на самом деле все не так. Конечно, мы очень обучаем, вы видите, после золотой конференции, которая произвела на меня вообще небывалое впечатление, это то, что останется на меня, на со мной на всю жизнь. И эти аплодисменты всего зала дорогого стоят. У нас в Арифлейме другие люди, другие. Здесь нет политики, здесь нет каких-то расслоений, здесь просто нормальные люди, которые живут в одном мире и не делятся, знаете, на правых, левых и хороших, и плохих. И никто никому не навязывает никакие ярлыки. Мы с вами очень сильные люди, поэтому мы не просто так собрались вот все вместе. И мы с вами делаем очень большое дело, миссию. Когда-то я думала, что это просто слова, и, знаете, для красивого словца миссия, какая твоя миссия, я думаю, какая моя миссия, а просто человек. На самом деле на каждом из вас, из нас, на каждом, есть определенная миссия, которую мы несем. Поэтому мы это должны делать с высоко поднятой головой. И со стопроцентной ответственностью за то, что мы делаем, потому что мы меняем жизни людей. И я это поняла на тысячу процентов. Когда я открыла звание, закрыла, по-моему же, да, вот это я закрывала, видите, там и в зеленых штанишках таких, это я закрыла. Звание директора, это последний день, суббота, у меня еще не отделились все группы, мы еще работали, у нас был праздник каталога, но у нас всегда на закрытие каталога проходит. И моя команда сделала при всех, там просто консультанты были неожиданно, это было очень для меня, начали поздравлять, потому что, ну, конечно, все будет, там уже копейки остались, там эти баллы, сейчас все дозунем, все сделаем. Подарили футболку с изображением моей команды, видите, какие дружные ребята. Это очень-очень сильно ценю. И вот в этом кайф. И на закрытие звания был подарок от команды, это поездка на лимузине. Девочки мне ничего не сказали, что будет, мне просто, у меня тут еще секретный агент дома, Юля, сестра, которая ничего не сказала, говорит, просто красиво одевайся, за тобой приедет в такси и просто поедешь, тебе там все расскажут. Ну, думаю, наверное, будут бросать с парашюта. Думаю, мои девчонки на такое рядом способны. Думаю, блин, у нас же закрытое воздушное пространство, еще соберет, не дай бог, подумает, что что-нибудь не то. И приехала я в центр города, подъехал лимузин, и там стала вся команда на площади Ленина, на пустой площади Ленина, на нашей центровой, где практически людей не было в тот момент. Подъехал лимузин, и мы катались. И я смотрела на лица людей, которые были вокруг, которые были вот за лимузином. И это было такое удивление, потому что у нас люди уже привыкли видеть танки на улицах города, БТР, все эти военные машины, которые бесконечно ездят, и сполосованный асфальт, отгустенец, тракт, господи, танка. И лимузин, он вызвал изумление. Нам там кричали, махали руками, мы там тоже шариками махали. И я поняла, что даже в любой ситуации, в любой, мы сами с вами создаем мир хороших новостей. И мы можем влиять на судьбу людей. И вот те люди, которые иногда стоят за бортом, которые смотрят на нас, да, с изумлением, мы живем с вами яркой жизнью, но не всегда даем возможность окружающим быть причастным к ней. А очень многим хочется, они не знают как. Боятся, стесняются, не могут преодолеть свои какие-то первые страхи. Наша с вами задача помочь тем людям, которые действительно хотят. Поэтому вот такая была у меня поездка на лимузине. И это было очень круто. Спасибо команде. Они у меня очень креативные и всегда дарят очень классные ощущения. И вы видите, да, здесь вот дар-клуб наш. После золотой конференции мы приехали, были подарочки. Вот лимузин, тот самый, вот рядом со мной моя мамочка стоит. Вот такой команды мы ездили, гуляли. Ну, очень-очень круто. Посиделки. Очень важно неформальное общение, когда вы можете где-то встретиться, да, вот мы шашлыки ели, и в суши ходили, да, вот когда, это старая фотография, когда все было хорошо. И все возможно. И мы с вами сами кузнецы нашего счастья. И вот благодаря вот такой вот слаженной работе мой результат за этот год, это 2015 год, ровно через год, это закрытое звание старшего золотого директора. Видите, Юлечка моя рядом с Чеком, девчонки командой, пьем сангрию, обмываем мой приезд с Валентией. И, конечно же, очень значимая фотография, это Гала Ужин с моим спонсором, с моей Элочкой. И эмоции, которые останутся со мной на всю жизнь. И когда ты достигаешь таких результатов, ты понимаешь, что все делал не зря. Это все было не зря. И когда видишь благодарные липко людей, директоров, которые тебе поверили, менеджеры, которые пошли за тобой, которые, несмотря на все, просто брали и верили. Иногда у себя веры было мало. И ты понимаешь, что делаешь это все не просто так. И мы с вами все большие молодцы, правда. и вы очень сильные лидеры. Просто у нас, видите, ситуация, которая это проявила, а я знаю, что лидеры Беларуси, очень сильные лидеры, которые ждут великие результаты. Просто не ждите, когда какие-то внешние силы подтолкнут вас что-то менять и выходить из зоны комфорта. Это для тех, кто в ней сейчас находится. А берите, делайте это все своими силами. Тогда намного проще, намного легче и спокойнее это все происходит. И мой результат был за год. Видите, все осталось зло, но ничего. Десятый каталог 2015 года. Вы помните, да, был 2014 год, десятый каталог, это 15-й, ровно через год. Я старший золотой директор, я в десятом каталоге закрыла звание. Как-то символично все получилось. у меня три директорских ветки, очень сильные, стабильные, люди, которые знают, чего хотят и которые знают, что многое могут. Ваша задача, чтобы ваши люди тоже понимали, что они многое могут, потому что это правда. и вот когда я смотрю на это, на вот это все, я понимаю, что это не зря. И видите, такая, на нашем стайте было написано Лена Скаллина, старший директор, поэтому это может, это правда. Ставьте цели, достигайте. И, конечно же, мои мечты о путешествиях, мои мечты о новых эмоциях, они исполнялись. Первое мое путешествие это была Индия, меня Элла взяла, чтобы на бриллиантовую конференцию потом был Париж, потом был круиз, да, и Колизей был на вот той картинке мечты, и я там была, я вижу, там Мэри Поттин с улетает на своем зонтике и смотрит, Замечательная тенденция, меня выбивает кожу. Да, оказывается, невозможное и возможно, это точно. И очень классным достижением в этом году это была наша поездка совместная с Дарклубом на конференцию менеджера, и нас летело, вот, вот то, что я хотела показать, как раз слайд, нас в Донецк, Донецк, летело 21 человек нашей команды, это наша огромная гордость, это наши колоссальные достижения, я очень горда результатами нашей команды. И это очень круто. Видите, там в аэропорту, Борисполе, да, затем Белая вечеринка, то, что произвело незавидимое впечатление. И бизнес-день, и Клеопатру наш, дети все собрались, это очень-очень круто. Я очень горжусь своей командой, Дарклубом, то, что лица, вот написала Леночка, или Денис, не знаю, невероятно, это было невероятно, потому что лица людей, которые, некоторые из них первый раз вообще летели за границу, первый раз эти эмоции, их глаза благодарности от того, что у них это есть. Они не зря это все пережили, они не зря это все делали, они не зря шевелились все это время, и иногда делали сверхусилия, это все оправдалось вот таким вот результатом, и море положительных эмоций. И вот тогда ты понимаешь, что все не зря. Когда 14-й год, 10-й каталог, мы вообще не могли даже предположить, что что-то может получиться, потому что мы не понимали, что будет дальше, и мы просто брали на веру, брали и делали, не ожидая каких-то сверхрезультатов. Никто никакой Египет вообще не планировал, мы даже не понимали, что мы там можем быть, потому что у нас все очень было зыбко и валко, все было очень-очень под вопросом. Мы просто брали и делали, и поэтому получили такой результат. Мы не надеялись, мы реально даже не надеялись на то, что мы там можем оказаться. Поэтому огромное спасибо компании за то, что да, за то, что дает такую возможность, потому что очень многих наших лидеров это вдохновило, и они поверили на тысячу процентов компании Эриквейм, они поверили в себя, и они убедились, что все возможно. И для многих людей это была единственная возможность заработать на кусок хлеба себе, своей семье, прокормить своих детей. в это непростое время. Поэтому у нас с вами огромная миссия, есть огромное достижение, огромное, наша огромная гордость. У нас закрыто два новых звания. Один человек, это Людочка Удовиченко, человек, который очень сильный, она у нас очень женственная, очень красивая, очень обаятельная. Это муза Дарклуба, человек, который всегда в позитиве, который всех, знаете, окутывает любовью, я могу вот и стройненькой быть. А вот Люда, это вот реально муза Дарклуба. И Людочка у нас закрыла два звания. Старшего директора и Золотого директора. И огромные поздравления, думаю, что просто сейчас будет шквал поздравлений, шквал эмоций, потому что в непростое время главное просто идти вперед. И отдельно хочется поздравить, человека в ее команде, нашу любимую Илону, Сына Илона, я знаю, что она сейчас присутствует в зале. Прошу вас очень активно, вот Илоночка, очень активно похлопать, поаплодировать в виде восклицательных знаков, потому что человек, который пришел, наверное, где-то где-то в 10-м году 2014 года, ее пригласили работать на промостойке. У меня там целая история с промостойкой, она у нас очень юморная девушка, и в такое непростое время, когда вокруг бомбили, говорят, а мы с этой и буквально еще 5 минут я вас помучаю этим ужасным качеством нашего интернета. Меня слышно, плюсик, пожалуйста, поставьте, я очень на это надеюсь. Ура! Ну так было, было, такого у нас уже очень-очень давно не было, поэтому я не знаю, наверное, огромное количество позитивных лидеров, которые сейчас находятся у экранов и техники, просто ничего не остается, как сдастся. Меня, пожалуйста, простите, хотя, ну, не моя вина, но сделаем все возможно. Я хочу сказать, что если у вас есть цель, это уже буквально завершение моего сегодняшнего монолога, диалога с вами, да, такого интернет-диалога, да, если у вас есть цель, то бегите к ней. Если сил бежать, идите. Иногда не хватает сил даже идти, тогда надо ползти в направлении цели. А когда ситуация складывается таким образом, что, ну, не дает возможности ни идти, ни бежать, ни ползти, надо просто лечь и лежать в направлении цели. Необходимо всегда держать фокус, всегда знать, к чему вы идете, всегда видеть свою цель и помнить о том, что это очень-очень важно, и тогда все у вас получится. Поэтому иногда бежали мы к своим целям, иногда шли, иногда ползли, было по-разному и будет по-разному, потому что ничто не вечно, и все меняется. И ваша задача всегда держать фокус и правильный настрой. Но я хочу сказать, что вот эта картинка, которая дает мне энергию, да, мечта, всегда помните о своей мечте, превращайте ее в цель и всегда наблюдайте, лицезрейте вот такое мирное, теплое небо над вашей страной, над вашим городом, над вашим домом, над вашей семьей. Я вам желаю мира. Это сейчас очень и очень важно. Это самый главный, наверное, тост, самое главное пожелание, самое главное поздравление, которое звучит у нас на всех праздниках. Мира вам, мира нам, всем нам мира. Я вам желаю здоровья и желаю, чтобы ваши мечты всегда были в фокусе. Тогда будет удовольствие, тогда будет полнота жизни, тогда будет яркость жизни. Тогда вы будете понимать, что каждый Божий день, который вы проживаете, он прожит не зря. Спасибо вам огромное за это приглашение. Для меня огромное честь выступать перед вами. Замечательная публика. Спасибо вам за теплые слова. Видите, эмоциональная такая встреча. Я старалась быть очень откровенной с вами. Я надеюсь, что у меня это получилось. И те вещи, которые я вам рассказывала, они вам обязательно пригодятся о вашей работе, о вашей жизни и достижении ваших результатов. Спасибо. Видите, читаю ваши комментарии. Достаточно сентиментальный человек. Конечно, мне очень приятно читать то, что вы пишете. Спасибо вам. Вы большие молодцы. И ваша задача об этом помнить. Очень сильные лидеры и очень хорошие, добрые люди. Спасибо. Процедание, мира и гармонии всем вам. Спасибо большое. Вам хорошего вечера, классного каталога и вот таких вот целей и ощущений от достижения. Спасибо за приглашение. Спасибо.